Добрый день, уважаемые налогоплательщики и любители финансовой интриги. С вами на связи налоговый консультант Евгений Сивков. И сегодня мы разбираем самые свежие и сочные новости из мира налогового контроля. В центре внимания дробление бизнеса и как федеральная налоговая служба обучает спекторов появлять эту схему. Налоговая служба недавно выпустила обзор судебной практики с актуальными маркерами дробления, который сразу же стал настольной книгой для инспекторов. Теперь, если ваш бизнес вдруг раздробился на несколько компаний на спецрежиме, вам стоит насторожиться. Налоговики смотрят на это не так, как филигранное мастерство предпринимательства, как на потенциальную налоговую оптимизацию. У вас дробление, дробление у вас. Но не спешите паниковать. Не всякое дробление ведет к доначислениям. Если у вас есть реальные дела и цель, есть шанс отбиться от претензий. В случае с гостиничным бизнесом, который пытался раздробить свои доходы через аренду нескольких этажей, работнику ИП суд поддержал налоговиков. ИП здесь не спасательный круг для упрощенки, а скорее якорь. Заветная фраза «Выделение части бизнеса» может стать триггером для инспекторов, особенно если эта часть вдруг ушла под управление родственников или дружественных ИП. Благовики подозревают искусственность, если компания продолжает жить как единый организм, общие ПА, адреса, общие сотрудники и даже общие вывески. Инспектора любят говорить, что всеобщность – мать всех схем. Однако есть и противоположные примеры. Если бизнес действительно отличается, идет свою отдельную деятельность и преследует свои цели. Суды могут встать на вашу сторону. Главное – документально обосновать деловую цель, как, например, в случае с предприятием, которое открыло торговый дом для выделения родственных продаж. «Выделение бизнеса между родственниками» – это не всегда плохо, но здесь налоговики особенно бдительны. Если сын ведет бизнес так, как отец, а жена в бизнесе вообще не участвует, то претензии могут не заставить себя долго ждать. Важно, чтобы каждый участник ввел свое направление, имел свои отличительные черты и мог показать, что он действительно самостоятельный игрок на нашем рынке. Главное правило дробления – документируйте все. Четко прописывайте цели каждого разделения, избегайте явной унификации процессов и не забывайте разделять имущества и рабочие зоны. Завязависимые компании не должны делить все под одну гребенку, каждая должна быть сама по себе, но в рамках одной общей стратегии. На этом у меня все. Как всегда, ссылки на информативные документы вы найдете под этим видео. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Налоговые балаки», чтобы всегда быть в курсе новостей, которые помогут вам не запутаться в лабиринтах налогового законодательства. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова